Теперь давайте рассмотрим задачу динамики обращательного движения. Итак, пускай у нас имеется потолок, к нему подвешен круглый блок, представляющий собой сплошной цилиндр. И к этому цилиндру снизу прикреплен груз массы M. Масса цилиндра M, радиус цилиндра R. Требуется определить, с каким ускорением движется вот это тело. Для того, чтобы это сделать, необходимо записать уравнение динамики вращательного движения. Вниз действует сила Mg, вверх сила натяжения нити T. Сумма этих двух сил дает массу на ускорение. То есть, T плюс Mg равно M на A. И второе уравнение нам необходимо написать. Это уравнение динамики вращательного движения для второго тела. По третьему закону Ньютона здесь тоже сила T, сила натяжения нити. Момент этой силы, то есть T умножить на радиус, равен произведению момента инерции относительно центра на угловое ускорение бета. Спроектируем первое уравнение на ось. Давайте выберем ось, направленную вниз по ускорению. Ось Х. И в проекциях на ось Х у нас получится Mg минус T равно M на A. Уравнение T на R равно I0 на бета мы можем переписать как T на R. Момент инерции сплошного диска это M большое, R квадрат пополам. А бета это угловое ускорение, оно связано с линейным, как A делить на радиус. Сократим R, T подставим сюда, получим Mg минус M большое A пополам равно M маленькое на A. И это уравнение с одним неизвестным A. Перенесем в правую часть и выразим A. A будет равно M маленькое G делить на M маленькое плюс M большое пополам. Ну или можно упростить это выражение, будет 2Mg делить на 2M маленькое плюс M большое. Таким образом можно находить ускорение съезжающего вниз груза. К такого типа задачи относятся задачи о съезжании, скатывании с нити цилиндра, например, массы M маленькая. Тоже требуется найти ускорение A. То есть аналогичным образом можно находить, выписывать вравнение для динамики поступательного и вращательного движения. Теперь к похожим задачам относится класс задач, связанных с скатыванием тела с наклонной плоскости. Если тело у нас круглое и скатывается с наклонной плоскости, точно так же появляется сила тяжести. И можно выписывать уравнение динамики в вращательном движении для такого вот скатывающегося тела. Давайте опять будем считать, что у нас сплошной диск массы M. Даже мы можем более того считать, что у нас диск не диск какой-то, а любое круглое тело. У этого любого круглого тела, произвольного, предположим, момент инерции будет равен KMR в квадрате. Где K это коэффициент, связанный с формой. С такой записью мы с вами встречались, когда рассматривали момент инерции стержня. В моменте инерции стержня мы брали, что у нас есть некоторая характерная длина стержня. И момент инерции мы записывали в виде KM на характерную длину, на L в квадрате. K для стержня был равен 1,12. Это K стержня. Аналогичным образом можно записать, например, момент инерции прямоугольника. Тоже будет соответствующий коэффициент, связанный с характерным размером. В данном случае характерный размер у прямоугольника оказывался его диагональ. То есть корень квадратный за квадрат плюс B квадрат. Ну а K также был равен 1,12. То есть K был равен тоже 1,12 для прямоугольника. В общем виде, если у нас есть какой-то момент инерции, есть какое-то тело, то R будет характерный размер этого тела, масса, соответственно, масса этого тела, и K – коэффициент, зависящий только от формы данного тела. Запишем выражение для уравнения для динамики такого вот скатывающегося объекта круглого. Пускай у нас угол превышения наклонной плоскости альфа. Сила тяжести у нас МЖ. В нижней точке возникает сила трения. И также в нижней точке возникает сила нормальной реакции опоры. Ускорение направлено вправо, вниз к наклонной плоскости. Опять же, мы можем написать уравнение динамики вращательного движения. Но давайте рассмотрим ось С и ось… Даже сейчас… Да, мы обозначили ось О, значит пускай будет эта ось О, а эта ось О'. Две оси. Сначала напишем уравнение динамики вращательного движения, применительно к оси О'. Для оси О у нас сумма всех сил равна массе на ускорение. То есть, если мы введем одну ось Х, вторую ось перпендикулярную, то проекция на перпендикулярную ось суммарной силы даст нам только то, что это тело не проваливается сквозь наклонную плоскость. Поэтому для определения ускорения представляет интерес лишь нахождение проекции на ось Х. Запишем это. МЖ синус альфа, вот здесь вот угол также альфа, минус F трения равен произведению массы на ускорение. Второе уравнение будет для динамики вращательного движения относительно оси О. О, это моменты силы реакции опоры и силы МЖ будут равны нулю, потому что эти силы проходят через ось, и останется только момент силы трения. То есть, F трения умножить на R, это момент силы трения, равен произведению момента инерции относительно оси О на угловое ускорение бета, или же ИО на А делить на радиус. Если мы сюда подставим выражение для ИО, получим КМР в квадрате, А делить на R, и один из радиусов сократится. F трения выражаем, подставляем сюда, получится МЖ синус альфа минус, выражаемое в трении, это КМ на А, равно это М на А. Массы можно сократить, и тогда А будет равно Ж синус альфа делиться на единица плюс К. Вот это вот первый возможный способ решения этой задачи. При этом мы рассматривали движение относительно центра массы тела. Можно решить эту задачу другим способом. Давайте обозначим первый, и обозначим второй способ решения. Во втором способе решения можно рассмотреть динамику вращательного движения относительно оси О' при этом точка О' поскольку тело катится без проскальзывания, точка О' является мгновенным центром вращения, то есть относительно этой точки происходит перекат, и в каждый момент времени эта точка у тела является покоящейся. скольжения нету, она не смещается. Поэтому для неё достаточно записать только одно уравнение, уравнение динамики вращательного движения. Поступательного движения у неё нет. Уравнение будет таким. Момент силы, а момент силы трения и момент силы реакции опоры здесь будут равны нулю, поскольку они проходят через эту точку. Будет момент только силы Мг, а момент силы Мг это Мг на синус угла α. Мг, синус угла α и умножить на радиус этого тела. Это момент силы. И он будет равен момент инерции относительно оси О' на угловое ускорение. Момент инерции относительно оси О' может быть найден через момент инерции относительно оси О с помощью теоремы Штейнера. По теореме Штейнера мы должны добавить К на Мр в квадрате. То есть будет К Мр в квадрате. И нужно ещё добавить произведение массы на квадрат расстояние между осями. Плюс Мр в квадрате. И это всё умножить на А делить на радиус. Опять же, радиусы можно сократить, массы можно сократить. И останется G синус α равно К плюс 1 умножить на А. Ну и отсюда А равно G синус α делить на 1 плюс К. То есть результат таким способом и таким способом первым и вторым способом получается абсолютно идентичный. Второй способ требует несколько меньших трудозатрат, поскольку в нём требуется решать только одно уравнение, а не два. Не система из двух, которая была в первом случае. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...